И снова здравствуйте! Последний на сегодня обзор, хотя возможно он уже загрузится к завтрашнему утру или завтрашним утром, ибо сейчас у меня где-то без 7 минут 11 вечера, да-да, тот самый древний будильник, который у меня до сих пор живой, и труба еще не отвалилась. Хотя он много раз падал. Отвалилась только и куда-то делась уже 100 лет назад вот эта вот фигня. И по-моему он особо не звонит. В общем, обзор был посвящен моей покупке в Ифраше, которую я совершила вчера, когда я ездила в Ярик, на встречу с девчонками Снасти и Аленкой. И, в принципе, посетила даже два магазина Ифраше в Ауре и на Кирово, в принципе, я изначально так и хотела, но потом что-то передумала, но потом все-таки мы зашли на Кирово, потому что в Ауре в магазине Ифраше было словно мама и прошел. То, что я хотела, это две новинки Геля, которые конкретно так хотела, последние две новинки Геля. Одна из них отсутствует, говорит, что это кто-то там. Или говорит, просто уж не помню. И, в общем, мы его потом приобрели с Настей вместе в Ауре. Она, я думаю, она потом видео сделает с покупками и, может быть, его обозрит. На ее уже карту, но с моим кодовым словом, потому что у меня, в принципе, было два предложения. На открыточке, уж не помню, как она называлась. И еще кодовое слово «скидка», которое, по-моему, до 16 или 17 мая действительно было. И там скидки были даже на те вот эти бывшие «плизернатурки», которые, уж не помню, как они сейчас называются, но то, что заменило «плизернатуру». Потому что вроде оно так и идет «плизернатур», но выглядит оно уже по-другому. И скидки распространялись вообще на сайте. Мне прислала тогда нам было сообщение, что скидки распространялись, видимо, там не посчитали нужным распространить их в магазине не на всех, потому что гели по 149 можно было купить по скидке по 99. Нам это счастье не обломилось. Ни в том, ни в другом магазине. Судя по чеку, и по деньгам, которые мы потратили. Ну и скидки распространялись только на большие форматы этих «плизернатурок». Это по слову скидки. Ну, там в подарок давался все гель для душа и мочалочка. И вот в первом магазине «Геаура» геля для душа, как мы сказали, уже закончился. Мне дали маленький кремик, который я, конечно же, потом обозрю, покажу. И стану из этого, что было много большого цвета. У меня за окном дождик, похоже, дело даже ривень. Я сначала даже не сразу поняла, но пошел в дом машина, чтобы подъехала какая к подъезду. У нас там очень много что-то машин. Вообще, я за то, чтобы убили закон. Для тех, кто имеет машину, но не имеет гараж, если хочешь получить права на машину или хочешь купить машину, то сдаешь какой-нибудь такой тест. Типа, есть гараж или нет гаража. Где ты собираешься хранить свою машину? У подъезда дома затрудняя пешеходам жить. Или не только пешеходам, все-таки убирать гараж. Ну и, короче говоря, даже для машины, мне кажется, плохо, когда машина стоит не в помещении в каком-то ночью, да, или когда ей не пользуются, а вот под дождем, под градом, под снегом и прочей такой природной фигней. Короче говоря, в общем, о втором магазине, вот, я на Кирова, там как раз и по этому слову скидки. У меня была карта, Аленка ее забыла. У Насте тоже была карта, но у меня было волшебное слово. Мы решили скоммунизиться так, ну и подарок поделили. Там уже как раз вот был этот гель, и выдавалась мочалочка. Выдавалась мочалочка, которую я хотела. В ауре выдалась мочалочка, ну, вы хорошо, которая в ауре находится, немножко другая. Ну и Настя сказала, что она не любит такие молчалочки, которые я, кстати, покажу сейчас в этом видео в смысле. А та мочалочка, которая другая была, она говорит, я типа ей подойдет за лица. Я той мочалочки тупо не знала, как пользоваться. Там такая квадратненькая, немножко такой фигнюшки. Я хотела шариком мочалочку. Давно у меня не было шариком мочалочки. Ну, у меня сейчас, правда, есть мочалочка, но не шариком. В общем, я думаю, что удачный такой поход. У меня где-то... Я сейчас дневну, извиняюсь, просто я что-то дико устала уже. Надо было, конечно, не лениться, не пить чай два часа подряд после приезда с Велика, а записать. Сайт Витовс как раз еще уловит свет дневной, а не пять ламбочек на потолке над головой. Короче говоря, первая покупка у меня вышла на 755 рублей, и потом еще гель на 149. В общем, вот такой большой пакетик. Пакетик стоит уже 20 рублей, немножко другой. Я вот еще когда мне сказали, пакетик надо, я так подумала, что вроде есть пакетик. Потом думала, фиг знает, все и как, надо, наверное, все-таки пакетик. Я говорю, я в прошлый раз был такой бежененький, я не говорю, да, а сейчас, говорят, зелененький. Ну, и он больше, чем тот, он так выдержал, он довольно так тяжелеско. Хотя вот здесь уже немножко порвался на ручках внутри. Но все-таки дожил, все-таки я его донесла с автобуса до остановки, с остановки из маршрутки до дома. У меня одни гели тут. В общем, и, что хочу сказать, все эти новинки, и совсем новинки, они уже сделаны в России. Изначально даже маленькие, маленькие у них еще раньше были по 200 мл, сделанные во Франции, но сейчас они и те, и другие сделаны в России. С чем связано, не знаю. Так как я не знаю, что в мире делать, помимо того, что Чарли опять сделали карикатуру на что-то там, но Чарли, видимо, спокойно не живет, с другой стороны, про Чарли, даже я узнала про Чарли, когда они первый раз делали карикатуру, это французская какая-то газета или журнала, что ж я не знаю, просто что-то вспомнилось. Ну, Франция вроде как, да, после 12 месяцев после вскрытия, тут 400 мл, срок годности до января, 2020 года. Так, это у нас гель для душа и ванной, лотос и шалфей. Насладитесь расслабляющим и воздушным ароматом лотоса и шалфей. Там можно было понюхать в таких бутылочках прозрачных, и я когда нюхнула, первая нотка именно лотоса была, я думаю, о, тогда возьму сразу большой. В общем, на него у меня была скидка, а сам он по себе, по-моему, 249, скидка была минус 60, 60 рублей, наверное, да, потому что 189 мне этот гель, обошелся, в принципе, считаю, что нормальным. Ну, сейчас вот, нанюхавшись всяких духов в предыдущих двух видео и прочих гелей и шампуней, немножко уже запах сбивается, но все-таки лотос тут отдает. Есть тут лотос, наверное, все-таки-то чувствуется шалфей. Прикиньте, тут квадратики прямоугольнички, это уж какое-то число, 28367, может, номер, что-то сразу Фаберлик вспомнился. Я помню первый гель для душа, который я в Ифраше в 2011 году купила, был лотос, это типа по 200 миллилитров Жордан Рюмон, и там одной капельки мне хватило, в общем, ну, одну капельку капаешь, вот пена такая хорошая, в общем, очень надолго мне этого гелика хватило, и, в общем, забегая немножко вперед, на Кирова нам дали бумажку, которую она сейчас дала Лукьяновой, потому что, в принципе, она до 28-го, или с 28-го действовала, так как я в Ярик в ближайшее время поеду только в середине июня, скорее всего, ну, если, конечно, вдруг кто-нибудь там куда-нибудь меня не спонсирует, деньги откуда-нибудь не попадут, и меня кто-нибудь куда-нибудь в Ярик не сведет, ну, это вот так вообще заоблачная что-то, ну, в общем, тогда я физически могу поехать только уже в середине июня, то, в принципе, я это предложение смогу заделать, там выходит сублими... сублимированная, я пытаюсь сказать, да, на самом деле, другое, наверное, росло, короче, сгущенный, можно так сказать, вариант геля этих, допустим, ну, там на картинке написано, нарисовано 100 миллилитров, равно 400 миллилитров, видимо, возвращаются к тому, что было, потому что сейчас, в принципе, они уже вот, ну, более, наверное, жидковатый вариант, чем был, раньше действительно Жордан-Дюмон, который выпускали тогда в Талии, капелька, и на целую губку, на всю тушку хватало, в общем, ненадолго очень хватало этого геля, помню, Женьки тогда, он что-то не два года стоял, в общем, вот я тут достаю, это, наверное, тоже новинка, таки для душа Ивана, Тиары и Ланг и Ланг, насладитесь чувственным и волнующим ароматом Тиары и Ланг и Ланг, 200 миллилитров, после вскрытия 12 месяцев, делан тоже в России, 3223 номер в прямоугольничке, и сроком он у нас до наемля 2011 года, я помню, у них раньше были таких синеньких бутылочков, Иланг-Иланг или Тиары, я точно не помню, цветок какой-то, помню, что Иланг-Иланг мне очень не понравился, когда я первый раз в 2011 году его купила, и я его тщательно избегала, если он мне приходил в подарок, или как-то в наборах, я старалась его кому-нибудь подарить, тем, кому он нравится, но, когда мне в подарок пришло жидкое мыло Солонг-Колан, мне оно очень понравилось внезапно, может, видимо, оно только на зиму я его воспринимала, на зиму, на холод, а вот Тиара мне очень нравилась, там у них было два в одном, по-моему, шампуни для душа, это из летней серии, тогда еще в 2011 году, ну, в 2012, и, в общем, я тогда его очень покупала, любила я его, и как гель, и как шампунь, тут они у них два в одном внезапно, там вот я нюхала из баночки в Ифраше, в самом магазине, мне он понравился, сейчас я вообще его не чую, может, принесла себе, вот то, что не было на магазине Ифраше Ваура, и то, что есть на Кирово, в принципе, там его много, как есть, и большой, и маленький, но так как мне еще это надо было все тащить, а у меня пакета было 3, если вы смотрели мой влог с Аленкой маленький, на Ярославле главном, то у меня там видео видно, что там нет никаких пакетов, бумажных, больших пакетов, то я решила, что вообще денег прилично потратила, я решила, что лучше обойти 200 мл, если понравится, то потом, конечно, куплю себе еще, это у нас грейдфрут и тимьян, то, что у них грейдфрут и Джордан Дюмон мне очень нравится сам по себе, но тут попробую с тимьяном, номер 16 550, это прямоугольный, тоже 12 месяцев после вскрытия, срок годности у него до января 2020 года, пахнет он грейдфутом исключительно, и вообще без понятия, как пахнет тимьян, но сейчас для меня пахнет исключительно грейдфутом, не знаю, как это, ванная кровавка, я себе взяла про запас, хотя у меня большой еще стоит, это не открытый, у меня был маленький от Ирины, подписчицы, подарок на Новый год, кажется, приходил, и вот большой я еще не открывала, и увидела, хотела с клюхой, но клюхой там не было вообще, но был вот этот, на него была скидка, и он шел, как раз по предложению у меня вышел, на предложение, вот это по скидке, и он у меня шел уже за 99, я его купила, это лимитированная коллекция гель для душа и ванны, груши и шоколад 200 мл, мне что нравится, что они сейчас, вот эти все пошли к гели, в основном, это и для душа и ванны можно делать, в принципе, пену неплохую, ну и он у нас, на удивление, на счастье на мое, после сплетия 12 месяцев, сделан во Франции, номер у него 722-12, срок у него, до сентября, 19-го года, и пахнет очень вкусно карамельной игрушкой, хотя-то на самом деле какао-игруша, а, да, кстати, я как-то покупала себе молочный шоколад с грушей и солью, кажется, какой-то французский, потому что еще что-то было такое, но, его напомню, в принципе, молочной шоколадкой с грушей пахнет, советую вам приобрести, пока он еще есть на полку, если вам такое нравилось, или хотя бы просто потому, что это вкусняшка, и потому что там сделано во Франции, а не разливалось, а там это я по ошибке купила, потому что я что-то понюхала, и я лоханулась, и думала, что это тоже новинка, я совершенно забыла, что там новинки-то были, ну, такие вот из серии, примерно, оранжево-желтые, вот такие персиковые, да, гритфрутовые, я купила, и уже потом, когда купила и встретила Аленку, я поняла, что я купила не тот, это, видимо, было мне за то, что я не дождалась Аленку, и не закупилась без нее, мне такая-то, как он нам, дьявол, моя религия, инферносфера, от которой я продвигаю массы, я, правда, такой лентяй, что я ее очень лениво продвигаю, поэтому она продвигается уже, наверное, сама, если вдруг кому интересно, кто-то это читает, да, короче, это мне, видимо, отрикошетило, за то, что я не дождалась подругу, номер тут 10-526, тоже после открытия 12 месяцев, кстати, на всех пузыречках и фреша по кругу, тот самый дешевый пластик, хотя, просто сейчас помню, она и ругала Гринмаму, что дешевый пластик, но пластик сам по себе дешевый, в общем, тут до ноября 19-го года она, это счастье, оказывается, оно у меня уже было, но я покупала тогда, насколько я помню, масло, и оно было сделано во Франции, вот такое вот, в такой же бутылочке, тоже 2-7 литров, но вот такая высокая бутылочка была, я поняла, почему я его тогда купила, мне понравился запах, я даже не подумала, что это была уже не новинка, это лаванда и ежевика, для видео подряд говорить, я уже подарок достала, у меня есть фор, так, где уже нет, нет, еще есть герик, да, в общем, это, я уж подумала, что я 2 одинаковых купила, это вот эта вот была такая новинка, и вот эти были, по-моему, это предпоследняя новинка, это последняя новинка, и вот последняя новинка, как раз у меня тут, абрикос и розмарин, номер 69,517, до января 2020 года, видимо, то, что до 2020 года, она как раз вот это, последнего выпуска, в общем, пахнет в основном абрикосом, вот самое интересное, абрикосы и персики, я их всегда раньше путала, да и сейчас, по-моему, до сих пор, ну, когда даже покупала, ела, но вот по запаху, допустим, персик мне не очень нравится, даже, даже, можно сказать, не нравится, когда там гели, крем или еще что-то, я не могу персик, а вот абрикосы могу, зато персик я люблю, я абрикос люблю, ну, как-то так, в общем, розмарин, ну, как-то совсем чуть-чуть чуется, это у меня вот уже подарок, это из последнего, как раз из этого, с Кирова, срок годности у нас, до седьмого, до июля 2018 года, все, я очень давно его хотела попробовать, но что-то у меня не сложилось, то ли жаба душила, то ли не сложилось, вот теперь попробую, это питательный крем-гель для душа, масло-калите, био-африки, 200 миллилитров, а, меня тогда смущало, что у них эта серия био, похожая, как Джордан Лимон, только, ну, в таких же флакончиках, как Джордан Лимон, только био, но стоило слегка дороже, чем сам Джордан Лимон, меня, по-моему, тогда как-то отталкивало, биокультура, по-моему, вообще ничем не пахнет, но мне очень нравится, у них это такое молочко для тела, или крем для тела, как-то так вот, с карите, вот в таких тюбичках было, в баночках, очень нравится, очень хорошо увлажняет кожу, для очень сухой кожи, кажется, у них такое было, вот теперь гель на душу, попробую, сделан он во Франции, у меня одни кири тут, это подарок, который у меня был, там, за 200 рублей покупаешь, что-то, и тебе идет подарок, полотенце хлопок 50 см на 100 см, сделано в России, это как раз по открыточке, не помню там, какое-то кодовое слово, но она, по-моему, всем такая открыточка рассылалась, там еще можно было, ну, там еще 30% на один продукт, по выбору, но так как вот эти продукты, под этот 30% никогда не подкатывают, то, соответственно, мне не сделали на них, ну, и, если закупитесь на овощи, 890 рублей, то плюс 5 баллов за веском, ну, мои баллы, они в прошлом году, в общем, они в конце марта не должны были закончиться, и мне там нескольких баллов не хватало, до минимальной суммы, чтобы, я уж не помню, сколько там должно быть, чтобы, 25 баллов, по-моему, чтобы их можно было обвинять на подарок, стоимостью не более 300 рублей, поэтому, у меня сейчас там заново набираются, там, по-моему, 5, чтобы баллов, как-то так, такое полотенце, хлопок, окраска прочная, сделан в России, январь 2017 года, сделан высневолочков, в общем, высневолочок его делал, адрес для потребителей, ООО, и фрешевосток, стоит его скрывать, наверное, скрыть, вообще, я очень хотела полотенце, хотя, у меня полотенце, как бы, есть, но мне было интересно, как оно выглядит, 50 на 100, обычно 70 на 100, или как-то так, или 70 на 150, или что-то там вроде, вот такое вот полотенце, по-моему, вообще без всякого рисунка, обычная, мокровая, красненькая, ну и с бирочкой классическая, это фраше, и фраше Франция, внимание, перед первым использованием, рекомендуется стирать, пахнет какой-то фигней, какой-то не очень такой, фигней, невкусной фигней пахнет, ну, в общем, вот, у меня пересчет на полотенечка, на моей глубине сибирских рук, вот та самая мочалочка, шариком, я ее, наверное, завтра заюзаю, хотя у меня там есть губочка, еще с речком, какая-то такая мочалочка, с которой можно спину тереть, но я до сих пор не очень соображу, как мне вот так вот это, чтобы потереть, руки у меня не оттуда, наверное, растут, а, это делал Петербург у нас, ой, блин, я одеваю, сделана она вообще, не поверите, в июле 2015 года, но с водой все время не ограничен, ее можно стирать вручную стиркой, никогда не думала, что надо еще и стирать шаричек такой, люблю вот такие шарики, последний у меня шарик был, я вообще магните покупала, может, года 3 или 4 назад, он у меня очень долго служил, там внутри еще были такие положения, как из губочки такой обычной, но они потом все стабильно выпрыгивали, и вообще она сама слегка развалилась, видимо, поэтому моя тетя мне дарила на 8 марта набор этих губочек, в общем, тут, как они мне сказали, новинка туалетной воды, на самом деле она нифига не новинка, это с эликсир сенсуаль, у меня, по-моему, он был этот фиолетовый, я тогда что-то от него пивалась, по-моему, фиолетовый у меня все-таки был, ну, какой-то эликсир, короче, у меня было, он мне очень нравился, внезапно, хотя мне всегда эликсир ассоциировался с запахом пластилина, когда он мне еще в самом начале когда он стал заниматься, и Фроша приходил в подарок, я его раздаривала, дарила там, некровная родственница этой маме, мужа моей сестры, старшие, двоюродные, потом бабушке дарила, еще кому-то дарила, бабушке на подружке дарила, ну, в общем, так, потом как-нибудь и делаю, вообще, я помню, такие пробники любила брать с собой дорогу, когда ездила на сессии, ну, или еще куда-нибудь, просто в автобусе, потому что стабильно попадал кто-нибудь на сиденье какой-нибудь алкаш или просто какая-нибудь человека, который религия запретила мыться, и вот это все воняло, дико, я тупо открывала и нюхала, открывала и нюхала, чтобы как-то это, дожить до конца пайетки, в общем, такую бумажку мне дали, урожай, урожайный май, скидки на 50%, скидки уже созрели, с 15 по 28 мая 2017 года, в принципе, скидки как раз вот по тому же предложению, что были скидки, потому что, когда мне на мыло пришло, там как раз вот было в письме написано, что скидки на 50%, в подарок при покупке от 200 рублей ажурный медальон на цепочке на цепочке 50 см, ну, по-моему, этот ажурный медальон бижутерия горимая, я поэтому не расстроилась, но меня очень разгрыжает вот эта бабенция, она мне напоминает почему-то женщин, да я даже не могу их назвать женщинами, животных, Никита называет всех людей животными, в общем, животных с сайта этих, каких там, насекомых, я их сокращение все время забываю, в общем, как-то, вот реально она мне вызывает ощущение сравнения только с ними, ассоциацию какую-то, вот такое лицо, вкусно, такое, в общем, эту мадам, вот такое вот, список продуктов, действующих в акции, скидки до 50%, уточняйте в ботике до 100 консультантов, распространяется, если вы купите пакетик или подарочную карту, то подарка вам не будет, скидки уже созрели, ну, вот такая вот фигня, номер 7 0 5 6 12, так, и вот тот маленький кремик, мне, по-моему, что-то подобное уже как-то приходило в подарок, малюсенький, совсем малюточка такая, тут 10 миллилитров, раньше маленьких кремов были 15 миллилитров, тут 10 миллилитров, жмотничаю, блин, сделано во Франции, гидровежиталь, гель-крем, интенсивное увлажнение 24 часа, 10 миллилитров, идеально увлажняет течение всего дня, ваша кожа обретает ощущение свежести, словно насыщенная влага внутри, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, срок годности до что-то я не догнала. А где у него срок годности? Смотрите упаковку. А нет, все нормально. До мая 2019 года. Срок годности. Вот такой вот у меня подарок-подарок-подарок-подарок. Покупка-покупка-покупка-покупка-покупка-покупка отличили. был Иврашевский поход в магазин. Раз в полгода, блин. Полгода, по-моему, не ездила в Ярик, но пять месяцев-то точно. Уж в прошлом году я последний раз была, как-то в декабре. Не то не уверена, но в декабре, наверное, и была. Тише. Хотела поймать и показать вам вблизи, но тише. Эх. Передай привет жителям подписчикам и мимо проходящим. Ой. Внезапно он снова жрет сухой корм, потому что он у меня тут месяца два питался исключительно мясом. Я боялась, что он вообще уже кроме мяса ничего не будет есть, потому что он даже определенное мясо только ел, но внезапно он ест все. Как говорит, животное похоже на хозяева. Обычно, говорит, собака похожа на хозяина. Видимо, кот частично тоже похож на хозяина, потому что моя подружка Маркова заявляет, что Лёля ест все. В общем, она заявляет, Лёля то слово, которое я обещала не говорить, все, не мах, но ест по-другому, короче, сожрет все, скажем так, да. Ну, на самом деле, я кухню ем. Еще некоторые продукты. Ну, вот так. Вот такой у меня видос. Если вы досмотрели до конца, вы словили позитив, только в конце Лёля дает этот позитив. Наверное, говорит, всем спасибо за просмотр. Там мне тут недавно в комментах кто-то писал. Ну, я что-то поняла, что я поздно понимаю, что вот фраза есть такая, что не трой говного нет, не будет, да. Некоторые действительно такое говно, которое вот ответишь, и вроде кажется, адекватный человек, а там пошло что-то такое, а докажи, а покажи, а ты должна иметь что-то такое сказать, ты для кого видос вообще снимаешь. Сделай себе канал, анально оградись, и типа никому не показывай. И все довольны. В первую очередь для себя. Если вы смотрите это видео, то вы смотрите его на свой страх и риск по собственному желанию, ведь это так, ну, силой же я не могу возрастать, смирать, да. В общем, вот на этой такой ноте, с ротом до ушей, я заканчиваю свой видос, и, видимо, уже это действительно может быть завтра уже залю, потому что, не знаю, досижу ли я до того момента, когда оно все обработывается, потому что один видос в обработке, другой видос ждет обработки, а третий видос, пока я записываю, еще не слила ногу. Да, у меня там в камнях попросили, вот я уже видела, значит, обзор на любимые парфюнки, я постараюсь делать на неделе. Я, кстати, хотела записать, но что-то я думала, ну, Аленки смотрят там любимые парфюнки, но я что-то думала, что его можно писать только, если есть запросы, оказывается, запрос кому-то хочется, ну, может, можно было писать, и потому что самой хочется. И да, у меня тут, я взяла телефон же, я совершенно забыла, я вот сейчас увидела этот телефон, вспомнила, у меня тут инстаграм, но я думаю, что нифига в камеру не видно, потому что мелко и далеко, сейчас я соображу, кто-то мне тут, а, мне даже ответили каменты, я только сейчас увидела, вот я прям, я даже не поняла, что это не тот камень, про который я хотела сказать. Короче, у меня есть там такой подписчик, М22 Ватсон, привет, на самом деле, это оказалась девочка, ну да, там есть фотки, но я вообще инстаграмом пользуюсь, как, сготовила какой-то хавчик, споткала и залила, и очень редко, когда бессонница, или когда, клюнет меня что-то куда-то, и я захожу в инстаграм, смотрю, кто у меня там еще что-то, кто что писал, кто что лайкнул, кто чего залил из подписки. Короче, девочка Кристина Айзенберг, привет, я не знаю, честно, что про тебя сказать, но только потому, что вот я сказала, что я поняла, что ты, оказывается, девочка, ну, в смысле, по-женски, потому что просто я, до сих пор почему-то думаю, что если, допустим, на аватарке нарисован зайчик, то человек действительно, это в реальности зайчика выглядит. А если ник там мужской, то обязательно там человек мужского пола, вот. В общем, ну, мне очень приятно, что ты меня лайкаешь и пишешь комменты, как раз она написала комменты, когда я уже на обратном пути, по-моему, была в своей велопроездке и что-то там фоткала и сливала, вообще я пыталась записать видео, но в инстаграме я что-то никак не пойму, может, один раз у меня выкладывалось видео, но я писала видео в инстаграм, чтобы скинуть с телефона, но я так поняла, что оно у меня, видимо, не сохранилось никуда, к сожалению, хотя там птички пели, мне так хотелось обозреть немножко, где я ездила. Там птички поют, деревья скрипят, и вообще классно все так. Машин практически нет, людей вообще нет. в чем ездила, я слегка повернула к лагерю юность, но так как мой топографический кретинизм дало себе знать, то я просто была там последний раз, наверное, мне лет 16 было, скорее всего, или, ну, максимум 18 было, и то я была на машине, скорее всего, с роднёй, поэтому я тупо не могла вспомнить, что куда идёт, и боялась просто заблудиться. Хотя я понимаю, что ты едешь прямо, можешь развернуться, поехать обратно, но мне к топографическому кретинизму я решила вернуться и поехать чуть пораньше в следующий раз, и уже посмотреть в Яндексе эту карту, что куда там заворачивать, что куда идёт. Может, это было по времени-то, наверное, около пяти уже. Как раз на обратном пути, ещё не доезжая до соснового посёлка, вылетела в Инстаграм почитать каменты. Так. А, да, хорошо, я вот увидела этот камент, в общем, Кристина очень прикольная, ну да, правда прикольная, вообще, снова прикольная, раньше прикольная бы сначала смешная, сейчас, если ты говоришь прикольная, то значит, это ты выражаешь симпатию. Так, прокомментировать фотографию, прокомментировать фотографию, я это не буду вырезать, а так это и пущу потоком сознания. Я на самом деле заглянула, потом девочки посмотрела, эти фотки у неё, чисто вот так вот. Вот фотка. Человек с кошкой. Я дожила, я поставлю. И да, кстати, я настолько лох, что я не всегда врубаюсь, где-то писать комментарии, когда мне писали комментарии под фотками, я только соображала, на чём нажать, чтобы увидеть этот камент, потому что под самой фоткой. В общем, я там остановилась на комментариях, у меня всё-таки время закончилось, и фотоаппарат уже разряжается, потому что что-то он у меня сегодня писал, и писал, и писал. И остановилась я вот как раз на девочке с каментом, но каменты я всё-таки уже оттуда ставила, очень классно, мне вообще нравится такой кадр, человек и кошка. Человек и кот. И инстаграмом всё-таки я до сих пор не особо понимаю, как пользоваться. Не туда тыркаюсь, в общем, кто-то мне как-то давно писал личные сообщения туда, года два, наверное, назад. Я совершенно случайно откинулась оттуда, только потом приняла что-то личные сообщения, а потом долго не могла сообразить, куда зайти, чтобы туда вернуться. Так, ну и, в общем, вроде как сделала приятный человеку, в общем, привет тебе ещё раз, Кристина. Спасибо за то, что считаешь наш город Углич классным, я тоже его считаю классным. Особенно, когда едешь гением, где нет людей. Правда, в этот раз получилось, что дорога была... По обочине было лучше ехать, чем по самой дороге, потому что такой жуткий асфальт был. В общем, вот такой у меня обзор началась, я закончила инстаграмом. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Да, спасибо, что ещё и подписчики с ютуба подписаны на мой инстаграм, куда я в основном вообще какую-то фигню в основном сливаю. Не инстаграм, но мне кажется, абсолютно. В общем, всем спасибо за просмотр, всем до новых встреч, пока!